Ну, хорошо, давай тогда теперь все-таки мы находимся в расположении сборной, на тебе экипировка сборной. Ну, многие спрашивают, когда ты уже будешь лезть за основную команду, наверное, пока рановато, но что сам думаешь, готов ли ты сейчас, к примеру, вот завтра позвоним тебе Черчесов и скажут, приезжай. Ну, на самом деле, готов я или не готов, это, наверное, уже вопрос главному тренеру. Потому что если он посчитает нужным или посчитает то, что я готов, то меня вызовет. А если он считает, что пока рановато, то значит рановато. Ну, от себя я могу сказать, что в любом случае, где бы я ни был, я буду стараться показывать максимум. И я не могу сейчас дать ответ, готов я или нет. Но единственное, что я могу сказать, что я всегда буду стараться. Ну, мы сейчас, соответственно, присутствуем в промежуток между матчами сборной. Мы уже сыграли с Бельгией, к сожалению, проиграли. И впереди матч с Казахстаном. Давай сначала про Бельгию. Смотрели матч? Я слышал, какие-то проблемы были с тем, чтобы посмотреть его в холле? Да, потому что в холле посмотреть не удалось всей команды, но у нас в номерах показывал футбол. И, конечно же, я смотрел матч с Бельгией. И на самом деле хочу сказать, что бельгийцы, они очень сильная команда, они идут первыми в рейтинге. И наши довольно-таки неплохо смотрелись с ними. И, ну, понимаете, класс футболистов. Там в сборной Бельгии есть такие футболисты, как Азар, которые решают игры. Ну, я думаю, наши сыграли неплохо. За кем, может быть, персонально переживал в матче с Бельгией из наших, естественно, ребят? Ну, я как бы за всех ребят переживал, потому что это главная сборная страны. И, конечно, жаль, что они проиграли, но они показали максимум. Они старались сравнять что-то, они старались победить. И, я думаю, нельзя их упрекнуть в том, что они проиграли одной из лучших команд в мире. Впереди Казахстан. Давай, вот, пока никто не узнает, прогноз твой на матч с Казахстаном. Я не знаю, почему-то у меня победа сейчас в голове. 2-1 дальше выиграть. Не знаю, почему. 2-1. Кто забьет? Кто забьет, не знаю. Думаю, пускай будет Дзюба и Чагашев. Хороший тоже вопрос. Мне вот так больше всего понравился. Самый безумный поступок, который ты совершил. Совершал. Самый безумный поступок, который я совершал. Блин, честно сказать, даже не знаю, какие я безумные поступки совершал. Может быть, в Академии Краснодара, в 13-14 лет. Я вообще вспоминаю, что мы делали. Блин, ну, честно, даже не помню, что мы такого сделали в Академии, потому что за нами следили воспитатели, и там что-то было сделать невозможно. Единственное, что я помню, что у нас забирали телефоны. Я постоянно старался подменять какой-нибудь телефон, чтобы ночью посидеть в интернете. То есть ты нашел другой телефон, такой же, и его отдал. И чтобы отдавать, да. Но нас тренер иногда как бы замечал, но потом отгребали конкретно за это. Ну, потому что там было очень строго. Какие, кстати говоря, штрафы, наказания в детстве? Ну, тогда он мог на неделю забрать телефон, потому что... Ну, ты отдавал свой другой? Нет, уже там не прокатывало. Да, там надо было отдавать свой, и просто давали тебе позвонить, и все, больше ничего. И вот так забирали. То есть раз в день приходишь, пять минут получаешь? Да, просто пять минут получаешь, разговариваешь с родителями. Все в порядке, я без телефона. И вот так наказывали тогда нас. Ну, может быть, есть такой, наверное, в 90-х в основном многие играли во дворах и разбивали окна. У вас не было такого, что вы там брали мяч в неположенное время, уходили играть на какое-то самое дальнее поле? А, кстати, ну, у нас бывало такое, что нам запрещали, конечно, мы брали команду мяч и уходили играть на дальнее поле. За это не наказывают? За это вроде бы и не наказывают, но когда там тренера, если нас какие-то тренера видели, они говорили, и потом наш тренер тоже нам, так сказать, вставлял хороших этих словечек. Там было очень тяжело это сделать на самом деле, потому что все мячи, все было на складе, и там мы брали какой-то мяч сами, покупали и могли пойти. И у нас было летом, кстати, все уезжали на каникулы, а нам надо было сдавать экзамены. И вот каждый день шли и играли в Манеж. Так, две недели где-то мы играли, у нас человек 12 оставалось, и каждый день играли в футбол там. Хотя этого делать было тоже нельзя. Кстати, когда еще спрашивали про Краснодар, отдельно самое такое завораживающее место в Краснодаре? Сейчас, я думаю, самое завораживающее место – это стадион и парк рядом с ним. Ну, парк вообще все отмечают, конечно, это прям какое-то сумасшествие. Ну, парк, да, потому что очень красивое и самое завораживающее место, я думаю. Тренировки в клубе в Краснодаре и тренировки в Молодежной сборной отличаются или похожи? Насколько быстро привык к требованиям Михаила Галектионова? Тренировки в Краснодаре и здесь, конечно же, отличаются. Я даже так скажу, что здесь все работают на максимальных скоростях и на самом деле очень так, как будто земля горит на тренировках. А в Краснодаре чуть, потому что футболисты, они чуть, как бы, чуть по квалифицированнее, они знают, когда где успокоить, когда что сделать, но отличаются тренировочные планы в Краснодаре здесь отличаются. Вообще, как отношение в Краснодаре к молодым футболистам? У вас есть опытные ветераны, есть легионеры. Насколько они помогают молодежи или все-таки какая-то наша есть дедовщина, может быть? Нет, я когда только попал в первую команду, я очень приятно был удивлен, что там вроде бы все большие мастера и никто тебе не говорит, типа, я мастер, а ты простой, пришел только. Они все, наоборот, тебе помогают, все дают советы, и ты, смотря на них, как бы быстрее начинаешь адаптироваться и понимаешь, что они такие же простые люди в жизни и звезды на поле, можно так сказать. И это было, ну, для меня это было очень приятно. Кто, может быть, даже из легионеров, все-таки мы сейчас немножко про сборную, те ребята, которые постоянно приезжают, уезжают, какие советы дают, кто больше всего помогает? Когда я только пришел, Лаборде, Перейро, сейчас больше всего я общаюсь с Перейро, он как, ну, для меня, там, как футбольный отец для меня, там, он мне подсказывает, что, как, когда какие-то что-то мне нужно, я у него спрашиваю, советы, ну, я общаюсь со всеми, можно сказать, латиноамериканцами, которые есть, они очень такие добрые ребята и добротушные. С скандинавской части команды? С скандинавской, со всеми общаюсь, я, как бы, вот сейчас общаюсь абсолютно со всеми и очень-очень добрые ребята все, на самом деле, и очень приятно с ними общаться. Такой вопрос нам прислали, каким своим поступком или достижением ты больше всего гордишься и есть что-то, о чем ты сожалеешь? Каким-то поступком, я ничем не горжусь, на самом деле, не каким-то поступком, потому что, ну, я не знаю, я не такой человек, наверное, чтобы чем-то гордиться, а то, что сожалею я чем-нибудь в жизни, то думаю, что нет, потому что все, что происходит в жизни, я думаю, так и должно быть. По-другому быть не могло, я верю, что все отправляет Всевышний, так что я придерживаюсь такого мнения. Ну и тогда такой вопрос тоже сходу, самый памятный момент в карьере, запоминающийся. Понятное дело, что пока карьера небольшая, но, тем не менее, уже есть что вспомнить тебе. Ну, какой гол? Ну, я тогда выделю два гола, скорее всего, это первый гол за основную команду и последний в Алесии, потому что последний гол получился очень красивым и очень эмоциональным для меня, а первый гол – это как история. И думаю, вот эти два гола, наверное, самые значимые. У тебя же еще был какой-то суперфантастический гол за молодежку, если не ошибаюсь, который тоже был признан лучшим в сезоне. Ну, это были матчи, как бы, Санжи, там. Еще на маленьком стадионе Краснодара, да? Да, 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 но все равно это не то, какой бы там гол ни был, это все равно не те ощущения, которые ты забиваешь на основном стадионе. Ну, по ощущениям, да, по красоте. По красоте, ну, я думаю, что по красоте это гол был тоже очень хороший, но я думаю, гол, ну, хотя нет, хотя тут гол был очень красивый, да. С кем играли? Мы играли с Анжи. С Анжи, посмотрите, такой найдите гол, есть ютубер, гол Краснодара. Морота Анжи, Шапи, его забил фантастически, действительно. Очень мне тоже понравился вопрос. Какой вопрос ты хотел, чтобы тебе задали, но его никогда не задают? Я думаю, вопрос относительно религии никто не задавал мне. Я бы хотел, ну, мне бы хотелось услышать какой-нибудь вопрос относительно религии. Ну, ты очень большое значение придаешь религии. А насколько она тебе важна? Ну, религия для меня важна, это религия для меня на первом месте. Конечно, это, ну, это большая работа в духовном плане. И я не скажу, что я сейчас там очень, как бы, придерживаюсь всех каких-то моментов относительно религии, но я буду стараться, чтобы я приходил к этому. Сколько ты много времени там уделяешь? Может быть, не во время даже сборов, матчей, да, когда приезжаешь в Мачкалу, когда есть время побыть с семьей, да? Ну, и, наверное, этому тоже времени больше. Ну, вот, получается, в прошлом, ну, в восемнадцатом году у меня получилось так, что я месяц был дома на этом. Нас пост был месяц рамадан, и я очень был рад, что я попал на него, потому что мы каждый день ходили в мечеть, каждый день постились, и это, на самом деле, очень, ну, как бы, духовно тебе, ты поднимаешь, ну, духовность твоя, как бы, она поднимается, да, планку поднимаешь, и очень, внутри себя очень хорошо чувствуешь. А тяжело, когда соблюдаешь пост по полной, да, программе, потом играть в футбол? Нет, кстати, когда вот, я думаю, это, ну, конечно же, тяжело, но это терпимо. Это терпимо. Не сказывается. Ну, думаю, не сказывается, да. Как, кстати говоря, изменилась твоя жизнь, когда ты приезжаешь в Махачкалу, тебя узнают на улицах? Там же побольше, чем в Краснодаре? Сейчас узнают, но я думаю, что в Краснодаре у меня болельщиков пока больше, ну, хотя, хотя сейчас в Махачкале тоже много говорят, но я не стараюсь не обращать на это внимания, потому что единственное, что я хочу, это просто играть в футбол и получать удовольствие от него. Помимо религии, зачем еще очень пристально следишь, допустим, в спортивном мире, не только в футбол, может, тебя интересует, но борьба, понятное дело, тоже. Ну, я слежу только за боями наших спортсменов. Это, естественно, Хабиб Нурмагомедов, там, Забид Магомед Шарипов, там. Ну, наших бойцов я стараюсь смотреть их бои все равно и как бы переживаю за них, потому что они тоже, они прославляют нашу маленькую родину, Дагестан, и прославляют Россию, и, ну, за них реально переживаешь. Такой вопрос задали нам, насколько ты азартный человек. Может быть, не в плане, там, не будем касаться казино, да, больше, чтобы быть, футбол там больше. Ну, я очень, на самом деле, очень не люблю проигрывать, даже на тренировках, там, где-то, если мы проигрываем, я могу, я могу быть недоволен, и у меня Валош с тренером, тренер мне постоянно говорил, успокойся, там, эмоции убери, хотя я, мне очень тяжело даже проигрывать на тренировках. Это кто, если не секрет, так говорил? Это Мурат Олегович, он, я с ним долго работал. А какие-нибудь стычки до этого случались на тренировках? Да, ну, как бы, в основной команде особо несутся час, но, когда я был в Академии, то у нас бывало часто и стычки, и драки бывало, но это, думаю, у всех бывает такое. Но потом, как бы, после драки, наоборот, какое-то отношение более, по-моему, теплое становится все. Про Гвардиолу ты уже сказал, у нас есть вопрос такой, с каким бы тренером ты хотел поработать, и здесь я уже, наверное, обобщу именно про Россию, поговорим. Ну, в России, не знаю, я доволен. Нашим тренером Мурат Олеговичем. И я бы хотел, на самом деле, его видение футбола очень, ну, очень мне импонирует, и я бы хотел работать еще дальше с ним. Сильно прибавил под его руководством? Да, я думаю, я очень сильно прибавил под его руководством, потому что он подсказывал мне во многих аспектах игры, как действовать, где надо находиться, и когда надо брать на себя. Ну, он мне всегда разрешал брать на себя, даже когда я выхожу, он говорит, получай удовольствие и бери больше на себя. Ну, вот он говорит, что можно брать на себя, дает себе такое право. А футболисты как с этим относятся? Допустим, ты взял, не отдал кому-то передачу, пробил, пробил неудачно, не в девятку, как с Валенсией. Ну, они вроде, не, они нормально относятся, как бы, на тренировках, потому что, как бы, и в игре, и на тренировках я, ну, у меня одна и та же, можно сказать, игра, и они уже привыкли, что я люблю брать на себя, и иногда, конечно, они говорят, когда можно отдать пас, когда, но они мне сами говорят, бери на себя, но иногда смотри на партнеров. Кстати, многих интересует вопрос, почему у тебя на майке написано не фамилия, а Шапи? Это твоя идея? Нет, это была идея клуба, мне подошли, сказали, типа, ну, Сулейманов их много, Шапи такое, да, типа, Шапи будешь один, я говорю, мне разницы нет, вы можете писать. Ну, это маркетинг и уход такой, да? Да, и они так написали, и вот так получилось, что у меня была Сулеймана, сейчас Шапи. А если, допустим, условно говоря, в сборной России ты будешь играть, у тебя будет на спине какая-то надпись, фамилия, Сулеймановых сборных России немного. Для начала надо попасть в сборную, а потом уже, я подумаю над этим, что будет, либо Шапи, либо Сулеймана. То есть, под руководством Светлана Славовича, честно, ты тоже хочешь поиграть? Да, конечно, было бы приятно поиграть. Просто его не назвал, я так специально подвожу тебе. Нет, ну, как бы, я имел клубных тренеров, но, конечно, в сборной, я думаю, любому футболисту бы хотелось поиграть в национальной сборной, я бы хотел, конечно, поиграть, но это будет решать уже Станислав Славович. Мне надо больше работать, чтобы туда попасть. Он достаточно строгий тренер, а из тех, с кем ты работал, кто наиболее такой вот, не тиран, конечно, действительно, который держит команду. Ну, я вам скажу, что наш тренер Мурад Олегович тоже очень, он очень любит дисциплину, и когда он пришел к нам тренером, когда мы еще, я еще был в Академии, мы ходили на завтрак, на ужин, на обед, все вместе, там, на тренировках, все в одних носках, там, чтобы, короче, мы, чтобы вообще не отличались. Я помню, один раз я ездил домой и приехал не в тот срок, который он сказал, а чуть позже, и он отправил меня тренироваться с другой командой. Ну, один день? Да, да, один день. Ну, отправил, но все равно отправил. Ну, как бы, он очень любит дисциплину. А Михаил Галактенов? Михаил Галактенов тоже любит очень дисциплину, по нему видно, что для него дисциплина – это тоже очень важно, и здесь мы тоже, как бы, стараемся все ходить вместе. И, в принципе, я понимаю, потому что дисциплина, как говорится, дисциплина бьет класс. Ну, и, наверное, потихонечку мы будем подходить к концу. Какая твоя главная мечта? Я думаю, главная мечта для меня – это выиграть. Личная для меня главная мечта. Я думаю, выиграть золотой мяч. Кому, конечно, команда, я бы хотел выиграть и Лигу чемпионов. Хотелось бы, ну, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов. Ну, это давай так, это спортивная часть, а теперь общая жизненная мечта. Общая жизненная мечта. Я думаю, чтобы не было войн во всем мире, чтобы люди жили спокойно, потому что сейчас очень много крови проливается просто неповинных людей, и хотелось бы, чтобы этого не было. Да, действительно, это, конечно, такая тема, которую мы редко затрагиваем, она действительно очень важна. Ну, и последок, наверное, мы уже про это, в принципе, говорили, но все равно, когда ты для себя, может быть, поставил цель попасть в сборную России? Когда ждешь вызова? Я не знаю, ну, я не могу сказать определенный момент, конечно, но я думаю, что я, если не в этом сезоне, так в следующем я уже буду ждать. Потому что я думаю, я буду стараться прибавлять, и уже в следующем сезоне буду ждать вызова. И будешь уже, соответственно, готов? Думаю, что я буду готов, буду делать для этого максимум. Сейчас, наверное, пока что немножко... Сейчас, думаю, пока что, ну... Ранова. Сейчас может быть рановато, надо поиграть в молодежный сбор, но в следующем сезоне я буду ждать. Буду работать, но, соответственно, мне надо показывать результат, и я думаю, что надо, как говорится, надо делать, работать дальше, и шаг за шагом, я думаю, я приду к этому. Вот такой вот у нас Магомед Шапи Сулейманов, полузащитник Краснодара, полузащитник молодежной сборной России. Спасибо тебе большое за эту беседу. Удачи в футболе и в жизни в том числе. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...